Что день? На протягу двух с половых годин ведущие программы «Ранешние эспрессо» частоют жихаров в области легким информационным снятанком. Обовязковые ингредиенты, бадёры настрой и щирые усмешки. В студию завитали отделники проекта. В этот раз у якости гостей. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Проснулись хорошо? Отлично! Тяжело, да. Но все равно утро – это всегда тяжело. А так все отлично, конечно. Максимус побывать в прямом эфире отримают все от 12 полфиналистов. Как вы понимаете, я студент и тоже хочется как-то более разнообразить свои студенческие будни. Уражение от первого полета открытый телевизионный космос? Усмехаются. Шмат. Было страшно и интересно попасть на эфир утреннего эспрессо, потому что одно дело, когда ты приходишь сюда просто в качестве гостя, посмотри, как все устроено, а другое дело, когда ты приходишь на сам эфир. Конечно же присутствовало волнение, опять же, но уже немножко поменьше. Тем не менее оно куда-то уходило, атмосфера располагающая, ведущие опять же настроены доброжелательно. В целом волнение ушло и получилась такая приятная беседа. Работа в эфире – это, конечно, что-то такое особенное. Не скрою, мы волновались, но спасибо ведущим. Они как-то так нас поддержали, приободрили и волнение, конечно, постепенно ушло. Было ощущение какой-то уединенности, как будто вот просто мы с ведущими ведем беседу, и никто на нас не смотрит. Да, было абсолютное ощущение, что мы здесь одни, за нами никто не наблюдает, поэтому, возможно, и эта обстановка и повлияла на то, что мы были в таком расслабленном состоянии. Ведущие Сергей Ручкин и Алина Жучко добро разумеют своих гостей. Яны – удельники первого сезона проекта. Алина дошла до финала и некоторый час была аутером рубрики программы «Ранешняя эспрессо», а Сергей стал перомужцем и одразу трапил у эфир. Конечно, вспомнилось, первый сезон вспомнился, как мы сидели на их же местах сейчас, и как мы боялись, как мы переживали. Вот, все это, понятно, вспомнилось. А пожелать хотим удачи, чтобы не боялись, чтобы переступали через свои страхи, какие-то моменты пересиливали, работали над ними и старались. Ребята, молодцы, держатся, отлично. Надеюсь, что в эфире будет именно так же. Самое главное, конечно, это преодолевать себя, потому что, ну, как только начинается расслабленное состояние максимально, ровно в этот же момент человек перестает работать над собой. Пускай лучше остается это чувство страха до конца. Почему? Потому что вы будете работать над собой, будете стараться, и это самое главное, что, собственно, и приведет вас к успеху. Для участников прямой эфир программы «Утренний эспрессо» – это возможность еще раз рассказать о себе и познакомить зрителя со своей персоной, и, конечно же, бесценный опыт работы в прямом эфире. Для членов жюри – это возможность посмотреть на участников в предлагаемых обстоятельствах. Работа в прямом эфире – это очень сложный процесс. Как участник раскроется, как он будет говорить, как он выглядит в кадре, как он себя ведет и позиционирует – это очень-очень важно. Наступное выпребывание уже в пятницу, а финал проекта – 15-го снежня. Йогения Мороз, Юрий Плинда, телерадо-компания «Брест».